Всем привет! Вы на канале Деревни в Подмосковье и меня зовут Алексей. Многие, кто выращивает орхидеи, сталкиваются с проблемами. Как правильно их выращивать, что делать с корнями, как часто нужно поливать, и что нужно сделать, это, наверное, самое основное, чтобы орхидея цвела и был такой пышный, обильный рост. Немногим это удается, а тем, кому удается, зачастую об этом не говорят. Но я как раз из той категории, которой хотел бы вам рассказать, что я делаю со своими орхидеями, исходя из своего опыта, и на примере сегодня я расскажу и покажу, как я подкармливаю орхидеи, и заодно, как я поливаю свои орхидеи двумя способами. Первый способ – это орхидея у меня находится просто в коре, второй способ – орхидея у меня находится в грунте, в грунте, где находится торф. Многие, наверное, мне скажут, зачем тебе в коре торф? Ну, я скажу так, по своему наблюдению, по личному опыту, я обратил внимание, что орхидея гораздо лучше растет при правильном поливе, и гораздо быстрее наращивает корни, и быстрее пускает цветоносы. По многим факторам это зависит, нежели просто в коре. Но кора тоже как бы имеет место быть, потому как в живой природе, естественно, орхидея растет, ее прививают на деревья, и она, собственно, растет с голыми корнями, ползет по дереву, питая оттуда за счет своих листьев, за счет своих корней, питая влагу. Но так как орхидея у вас находится не в живой природе, а все-таки дома, и много разных факторов, влияющих на то, чтобы растение чувствовало себя некомфортно, ну, во-первых, стоит убрать орхидею с солнечной стороны, так как орхидея, она не очень любит, когда прямые солнечные лучи обжигают ее, она получает ожоги и может спровоцировать болезнь, либо просто орхидея погибнет. Второе, орхидея не очень любит жару. Многие ставят на подоконник, и там парит батарея, причем парит так, что не забалуешь. Друзья, ну, этого тоже не стоит делать. Я думаю, если вас поставить возле батареи, вам тоже счастья мало будет. Поэтому, конечно, стоит ее от батареи убрать. Самый оптимальный вариант, это, я не знаю, либо западное окно, где солнце уже заходит, ну, лучше всего, наверное, северное. У меня вообще, в принципе, орхидеи стоят с закрытыми шторами, и стоят просто под фитолампой, и при этом видите, насколько хорошее, обильное цветение у всех данных орхидей. Но, это все лирика, давайте перейдем к практике. Как же получить вот такое вот обильное цветение, и что же такого волшебного, секретного я с ними делаю, что они у меня так цветут? На самом деле, ответ прост. Первое, я использую удобрение. Удобрение продается везде, это удобрение Форте. Для того, чтобы, скажем так, простимулировать наше растение, чтобы максимально быстро те, у кого не наращивает орхидея в корне, те орхидеи, которые не опускают цветоносы, нам нужно это максимально быстро спровоцировать. Для того, чтобы спровоцировать, нам нужен какой-то стимул. Стимул, соответственно, стимулятор. В качестве стимулятора сегодня мы будем использовать янтарную кислоту. То есть мы с вами сделаем такую бомбу замедленного действия для наших цветков. Возьмем одну таблетку янтарной кислоты и возьмем 0,5 миллилитров. Рассчитано на полтора литра, но мы сделаем не 0,5, а возьмем, скажем, 0,2,5. Вот так вот. И сделаем на 0,5 литра воды. Янтарная кислота берется, одна таблетка, на 0,5 литров воды, то есть на пол-литра воды. Итак, давайте приступим к заготовке нашего удобрения и стимулятора роста корнеобразования, цветоносов и всего остального на наших любимых орхидеях. Приступим. Я уже изначально заготовил опрыскиватель. Он у меня емкостью 0,5 литров. Что я делаю дальше? Я беру таблетку и между двух ложек аккуратно ее раздавливаю до порошкового состояния. Янтарная кислота, как хороший стимулятор роста. Часто это делать не надо, но можно где-нибудь раз, скажем, в 10, раз в 14 дней. Самый важный момент, который я хотел бы вам сказать. Не подкармливайте растения никаким удобрением, ничем. Кроме отфорта есть специальные удобрения для цветущих растений. Вот эти все стимуляторы, подкормки, их не стоит делать, когда у вас ваша орхидея цветет. У меня есть видео, где я делал чесночную настойку и взял две покупные орхидеи. Так на меня там накинулись, зачем ты подкармливаешь цветущие? Я это делал, друзья, для того, чтобы показать вам, как делается чесночная настойка, пожертвовав двумя орхидеями. В этом страшного ничего нет. Итак, вот мы сделали одну таблетку на 0,5 литров воды и высыпаем в нашу емкость. Дальше мы берем удобрение форте. Возьмем отсюда 0,2,5 мл. Здесь есть 5 мл, нам всего нужно 2,5 мл, то есть совсем чуть-чуть. И также добавляем в нашу емкость. Теперь наша задача все это хорошо перемешать. Чтобы все это равномерно распределилось. Итак, друзья, что можно сделать с данной подкормкой? Ну, во-первых, можно чуть-чуть слегка пройтись по листу. Чтобы не поливать стол, у меня есть вот такой подносик, мы ставим нашу орхидею. И слегка, чуть-чуть, ненавязчиво дадим ей питание. Прям совсем чуть-чуть. То же самое мы сделаем со второй орхидеей. Ни в коем случае не надо ее заливать. Нужно, чтобы вот эта вот роса, то есть не напрямую прям прыскать, а можете прыскать вот так вот вверх, чтобы роса слегка легла на вашу орхидею. Этого достаточно. И вот сейчас, друзья, наступил самый основной момент полива нашей орхидеи. Данная орхидея, еще раз повторюсь, у меня с грунтом. Часто бывает, когда вы заливаете ваши орхидеи, корневая система ваших орхидей начинает загнивать. Поэтому, если у вас, у ваших орхидей, наверное, правильнее сказать, находится грунт. Грунт не кора, а грунт, где находится либо чернозем, либо торф. То метод погружения здесь не подойдет. Иначе у вас корни, которые будут находиться внизу, начнут загнивать. И постепенно погибнет все растение. Здесь данные орхидеи я поливаю методом пролива. Итак, вот моя орхидея. Что я делаю? Я беру и потихонечку ее проливаю. И так же со второй стороны. Это подкормка первой орхидеи, друзья. Но у нас есть вторая орхидея, где просто кора. Как же поливать ее? Здесь метод гораздо проще. Для этого нам потребуется какая-нибудь емкость, так как там кора, и мы будем поливать методом погружения. Что я для этого делаю? Для этого я беру нашу орхидею, ставлю ее в емкость. Данную подкормку, которую я слил в первую орхидею, я ее использую вторично. Так как у меня орхидеи все здоровые, то не страшно ее использовать дважды, трижды. Я имею в виду в момент полива. Ее не надо сохранять. Она идет на один раз. То есть вы пролили все свои орхидеи и все. И на этом заканчиваете. Для следующей подкормки вы уже делаете следующую подкормку, новую. Ее мы не храним. И также проливаю кору. Но для полива таким способом, конечно же, жидкости мало. Поэтому я еще беру обычную воду и проливаю как можно больше. И в таком состоянии, друзья, я оставляю на 15-20 минут. Так как здесь только кора, когда я подниму орхидею, естественно, у меня максимально быстро вода сойдет и ничего внизу не останется. При пересадке в кору вы сразу можете подложить какие-нибудь камушки, чтобы корневая система у вас не загнивала и вода максимально уходила из вашего горшка. После того, как орхидея у вас отстояла 15-20 минут и кора напитала влаги, вы ее вынимаете, вашу орхидею. И ставите обратно на то место, где она у вас стояла. На самом деле уход за орхидеями не такой сложный. Просто нужно следить за корнями. Корни сами вам сигнализируют момент, когда их нужно подкармливать и когда их нужно поливать. Они становятся серыми. Если у вас момента цветения прошло 2 месяца, ну и там чуть больше 2 месяцев, и ваша орхидея не дала признаков жизни. Жизни в том плане, что не нарастают новые корешочки, не нарастают новые листочки и не появился цветонос. Это может быть сигналом для того, чтобы подкормить ваше растение. Ну а как подкармливать? Один из вариантов я вам показал. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также я внизу оставлю ссылки на другие видеоролики, которые могут быть вам полезны. Спасибо, что посмотрели мое видео. Задавайте вопросы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok